Я считаю, что нет. Что касается Украины, я считаю, что никакого перемирия здесь уже быть не может. Если имеется в виду восточная часть и внутри Украины перемирие, все уже зашло слишком далеко. Тут уже у всех этих новоукраишей людей, которые пришли к власти, руки просто полутся в крови и не ведут, что творят. Это страшно, страшно, то, что там происходит, это шок, когда страдают самая незащищенная часть населения, старики и дети. Это уже край, просто край. То есть это просто, то, что мы наблюдаем, это абсолютный фашизм, то, что происходит сейчас там. И более того, я, во всяком случае, для себя увидела, что внутри Украины, даже внутри той Украины, которая, то есть восточная часть, это да, это как бы, которая, так сказать, не хочет жить вот в этом во всем. А вот, что касается Киева, то там уже, так сказать, идут какие-то тоже противостояния, потому что есть бизнесмены, которые, так сказать, которым очень, очень, так сказать, хочется воевать. И плевать они хотели на то, что Порошенко это отдельно, Коломойский отдельно. Там уже совершенно уже внутри, даже воюющей Украины, создались уже какие-то абсолютно отдельные лагеря, которые между собой уже договориться не могут. И вот это страшно. Там уже абсолютный полный бардак. Вот, поэтому, что касается, если там уже не могут договориться, то какое, о каком перемирии может идти речь с ополченцами? Все это уже, так сказать, это край. Более того, те же люди, которые встали в ополчение, а это простые люди, абсолютно, это не, так сказать, даже не подготовленные, это не профессиональные военные, это просто люди, которые изначально вооружились палками, дубинами, лопатами, да, и сейчас там они что-то какие-то там, так сказать, приобретают какое-то вооружение. То есть люди, как говорится, защищаются как могут, но просто уже, и если раньше они еще мечтали, они думали о том, что возможно какие-то, так сказать, какие-то варианты к соединению, и действительно, ну, надеялись на то, что все-таки Украина будет единой, и говорили об этом, то сейчас уже все, уже слишком, слишком уже все обострилось, и ушло настолько далеко, что, конечно, речи быть не может.